Наряду с преобразованиями в социально-экономической сфере страны, отдельный акцент ставится и на повышение культурно-духовного уровня народа, особенно молодежи, созданию необходимых для этого условий. С сегодняшнего дня многолюдно в аллее литераторов, который открылся накануне в столице. Нет сомнений, что парк станет излюбленным местом писателей и поэтов, центром культуры, духовности и образования для всего нашего народа. Мнение соотечественников, а также представителей творческой интеллигенции о его идейном и художественном содержании обобщила наш корреспондент. Есть места, которым уже с момента их появления предопределено стать знаковыми. И пройти мимо значит упустить нечто очень важное. Лишить себя возможности увидеть возвышенное за обыденностью. А главное, не почувствовать себя читателем. Тем, кого поэты и писатели с давних времен называют другом, собеседником. Кому продолжают дарить всю свою безадресную искренность. Для них же самая высокая награда остаться в человеческих сердцах. Здесь те, кого мы бесконечно чтим за глубину мысли богатства образов и филигранность слога. Ташкент литературный ликует. Это свидетельство отношения нашей страны к своим героям, писателям, поэтам или деятелям литературного труда. Это совесть нации. Их произведение квинтэхенции, того, что они видят в людях, того, что происходит в государстве, того, что происходит с людьми, с их душами. Ничего подобного, по-моему, нет ни в одном государстве. Такая аллея, где собрана совесть нации. Это памятники людям, которые описывали, описывают, воспитывают на своих трудах. Подобного нигде я не видел. У меня есть с чем сравнивать. Я года два назад здесь был. Но то, что произошло за вот этот короткий период, это просто поразительно. Во-первых, огромная площадь. Здесь потрясающая работа скульпторов. Здесь потрясающая работа дизайнеров. Это огромный человеческий труд. Но самое главное, это отношение к тем людям, о которых говорили, что мыслям просторно, словам тесно. Тут можно от одного памятника до другого проехать, пройти и вспомнить, что писал этот человек. Я думаю, со временем это будет одно из самых присутственных мест в Ташкенте, в Узбекистане. Бабур, Агахи, Бердах, Мукими, Фуркад, Бехбуди, Авлани, Чулпан, Кадыри, Талибергенко и Бергенов, Ибраим Юсупов, Александр Файнберг. Все здесь гармония, все диво. И венчает это созвездие памятник Алишеру Наваи. Поэзии, связующая нить, перемещает всех присутствующих из настоящего в прошлое и обратно. Пробуждает в душах и сердцах все самое совершенное и прекрасное. И не перестаешь удивляться, как же богата талантами наша земля. Насколько современно сегодня звучат гениальные строки, наполненные метафоричностью и музыкой. Это тот случай, когда в далеко не простое время, в дни испытаний делается все возможное, чтобы наша жизнь стала лучше. Мы видим, какая поддержка оказывается отраслям экономики, предпринимателям и фермерам. Отрадно, что в фокусе внимания остается такая важная составляющая нашей жизни, как литература. Я была здесь накануне и с нетерпением ждала наступления нового дня. Это то место, куда хочется возвращаться снова и снова. Не устаю поражаться мастерству каждого из этих поэтов, и писателей, и величию их духа. Думаю, что независимо от возраста и званий, каждый приходящий сюда чувствует себя учеником, каждый раз получая важные уроки, не только творческие, но и в первую очередь жизненные. Трудно передать словами всю красоту этого места. Оно само служит источником вдохновения. Каждый памятник – это произведение искусства. Для гостей нашего города впечатление о нем будет неполным без этого парка. И прекрасный аллея литераторов. Это не просто место для прогулок, а священное место, уникальный исторический и культурный объект. Литература может стать ответом на самые острые и глубоко духовные вопросы человечества. Но для этого необходимо привлечь к ней как можно более широкое общественное внимание. Важный шаг в этом направлении сделан. Сказка – это шедевр, это чудо. Я очень люблю природу, я очень люблю красоту, я люблю поэзию, люблю вот эту аллею поэтов. И в прошлом году я приходила, но в этом году – это что-то, это шедевры, это просто все изменилось. Настолько красиво, настолько все замечательно, прекрасно. И это большое спасибо, что так заботятся, создают такую красоту. И мы ходим, просто вдохновляемся, а это дает нам воодушевление, хочется жить, хочется радоваться. Сделать как паломничество вот это место, чтобы мы как паломники сюда приходили. Сегодня на аллее литераторов царят тишина и торжественная красота. Но в скором времени, вдохновленные высоким примером в диалог с маститыми авторами, вступят все, кто только делает первые шаги на литературном поприще. Впереди духовно-просветительские встречи, марафоны и поэтические состязания, множество мероприятий различного формата, способствующих развитию национальной литературы. А значит, не за горами новые творческие школы и художественные открытия. Ведь культура – живая эстафетой духа, знания и таланта.